Всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог нашедети.ру И сегодня мы с вами поговорим об интернет-оскорблениях и том, как на них нужно реагировать. Давайте вообще разграничим, чем отличается интернет-оскорбление, троллинг от тех же самых хейтеров. О хейтерах я снимала видео не так давно, все-таки это немножко другие люди. Тролли чуть-чуть и кое-что другое. Хейтеры это просто те люди, которые по глубине души надеются, что у вас что-то не получится. Как правило, они могут смотреть ваш профиль по нескольку раз за день, нажидая, что у вас будет какая-то неудача вас ждать. При этом они не ставят лайки, не комментируют ваши посты. Но когда заходит речь о вашей жизни, они вообще прекрасно знают, что в ней происходит, потому что они за ней очень пристально следят, в надежде, что у вас что-то будет плохо. Кто такие тролли? Тролли, как правило, это люди, которые сидят в интернете с фейковых страниц. То есть у них есть, может быть, даже своя настоящая страница, но они создают вторую страницу, может быть, их даже несколько. Где-то они мужчина, где-то женщина, где-то ребенок. Они их создают под разными, естественно, именами, вставляют туда разные картинки и создают их с целью оскорблять других людей в интернете. Давайте вообще подумаем, почему появляются такие люди, как тролли. В моем понимании тролль – это всегда какой человек? Это либо школьник, подросток, либо человек, находящийся на уровне интеллектуального развития, как только что я назвала категорию людей, либо это даже, может быть, взрослый человек, но с очень большим количеством комплексов. Он настолько закомплексованный, что стесняется оставлять какие-то комментарии через свою настоящую страницу. Ни любой школьник и ни любой подросток становится троллем. Кто становится троллем? Троллем становятся, мне кажется, именно такие люди, которых в школе или в институте в последующем называют плохами. То есть с такими людьми никто не общается, и все их пытаются как-то, может быть, унизить, зачморить, общаться с таким вообщенниками, поэтому, а поскольку человек всё-таки существо социальное, и общение очень нужно нам в нашей повседневной жизни, как его восполнить? Ну, с мамой, может быть, пообщаться не совсем то, а у подростков хочется пообщаться с равными себе, поэтому они заводят другую страничку. Почему они не отвечают со своей странички? Потому что они знают, что их настоящая страница, он как личность, никому не интересен, его также будут дрочить, его также будут не любить, он будет таким же лохом. Поэтому он заводит себе другой аккаунт, с другого, может быть, телефона, да, и как завязать диалог? Он знает, что сам как личность, он никому не интересен априори, да, поэтому он заходит в какую-нибудь группу, регистрируется в какой-нибудь группе, где много подписчиков, он прекрасно знает, что его страница не настоящая, это фольковая страница, что его никто не найдёт, что никто не знает, что это именно он сидит теперь здесь, как король-королевич, да, или там ноу-нейм, и начинает людей оскорблять. Для чего он их оскорбляет? Во-первых, трусость. В настоящей жизни он никогда никому ничего не скажет в глаза, но здесь, находясь за монитором, возможно, в другом городе, возможно, в другой стране, попивая там сладкий чай, он знает, что его никто не достанет. Зато, когда ты человека оскорбишь, ты, скорее всего, вызовешь его на диалог. Но это не обязательно, потому что тактики борьбы с троллями разные, и одна из тактик – это игнорирование, и есть крылатое выражение в интернете – «Никогда не кормите тролля!» То есть не давайте ему поводов для дальнейшего диалога, ему стоит отвечать. Некоторые приезжают с этой тактики и ничего не отвечают. Но наш менталитет устроен так, что иногда, когда мы видим, что человек промолчал, ничего не ответил, мы начинаем думать, что ему просто нечего сказать. Поэтому многие ведутся на такие оскорбления и начинают отвечать. Очень плохо, когда вы, например, отвечаете со своей настоящей страницы к какому-то троллю. Для него это прямо высший пик радости – общение. С ним никто не общается, ни дома, ни в школе, ни на улице, ни в институте. А тут он видит, что вы настоящий человек, реальный, ваша страница, у вас тысячи подписчиков, много друзей, ваши настоящие фотографии, страницы более шести лет, и он знает, что вы настоящий живой человек, и он видит, что вы ему отвечаете – уже диалог. Он восполняет свое вот это общение через вас. Да, пускай вы ругаетесь, но все равно разговор продолжается. Поэтому, какие бывают тактики борьбы с троллями? Ну, первое, я уже сказала, это игнорирование, да, отмалчивание, когда человек ничего не отвечает. Конечно, тролль, скорее всего, попытается в ваш адрес кинуть еще несколько каких-нибудь колоких, замечаний, там, искрометного, сарказма, или матов, да. Но если ему не отвечать, конечно, он не перестанет писать. Ну, нету диалога. Он не получит, что хотел. Если вы начинаете, вторая тактика, это тактика, когда можно дать культурный ответ. То есть, многие люди, они за счет тролля, они им даже благодарны. Я, в принципе, тоже им благодарна, потому что за счет тролля я научилась грамотно формулировать свои мысли и ответ. отвечать культурно, опускать человек, этого тролля, на тот низкий уровень, на котором он и должен находиться. Вот. Никаких матов, никаких оскорблений, нужно приводить какие-то доводы, да, для того, чтобы ему ответить. Вот. Что он начинает? Он начинает еще больше сыпать матами, посылать вас там на три буквы. А для девушек, какие вы думаете, оскорбления самые популярные? Ну, наверное, знаете, а мы для мужчин. Вот. Тролли начинают пускать их, в первую очередь, в ход. Потом пройдутся по вашей семье. Когда вы, если вы хотите культурно отвечать троллю на оскорбления, да, то нужно абстрагироваться, именно их, как бы, не замечать, фильтровать то, что он пишет. А если он, ну, как бы, пригляд, не согласен с вашей точкой зрения, именно отвечать на это, а не на оскорбления. Вот. Хотя многие люди научились благодаря таким тролям давать ответы на любой дежимат. То есть, там называют дура, да, да, ну, хорошо, я учту ваше мнение, но, правда, мнение такого известного человека в сети, который зарегистрировал свой ник два дня назад и у которого пять друзей. Это, наверное, мнение очень солидного человека. Либо, когда вас посылают на трибука, можно сказать, я попыталась туда сходить, но там очередь из таких, как ты, да, некоторые учатся просто тренироваться, оттачивать свои навыки и общения и культурного ответа таким троллям для того, чтобы потом можно было использовать это в реальной жизни, потому что в реальной жизни вас также там могут нечаянно где-то там вы кого-то слегка толкнули и тут на вас шквал матов. Если вы никогда не сталкивались с троллингом в интернет-сетях, вы, наверное, просто не будете знать, как адекватно среагировать, а если вы когда-то пытались культурно отвечать на оскорбление, вы, наверное, что-то сказать. Причем тролль-то он, вот как раз он-то в реальной жизни ничего сказать не сможет, потому что в реальной жизни ему уже сказали, что он не умеет отвечать ни на что. Поэтому выберите для себя эту тактику, которой бы хотелось поддерживаться именно вы при разговоре с интернет-обичем, конечно, я вам желаю, чтобы никакого троллинга у вас в сетях не было, но если вы с ними будете сталкиваться, чтобы у вас были способы открыть. Всем пока, всем удачи!